здарова народ сегодня небольшое видео такое отчет можно сказать в свое время я показывал вот такого плана левосторонний взвод для r15 делал мой знакомый тоже владелец арсистемы r10 у него была и сейчас он купил r15 сказал кстати саня поздравляю но ты так и не сказал что за производитель что у тебя за арка так что давай делись рассказывай так вот он свое время делал на 3d принтере вот такие узлы были напечатаны первая генерация 2 3 то есть их было полностью они у них направляющая корпус толкатель было все сделано на 3d принтере рукоятка прикручивалась винтами и только винты для крепления на пикатинку апера позже я показывал по моему тоже такое отчетное видео небольшое кстати по всем видосам вот где-то вот здесь вот правом углу будут ссылочки выскакивать в подсказках посмотрите кому интересно как там все развивалось в общем то что 3d 3d принтере более-менее нормально работала но она как бы такое более громоздкая выглядит нам здесь уже более такой эстетический вид получается алюминиевая как бы корпус направляющая толкатель уже здесь усилена внутри шпилькой стальной ну единственное что узлы крепления они пока на 3d принтере рукоятка но это для ускорения чтобы не тратить много времени на прототипы в данном случае это уже седьмой или восьмая седьмая или восьмая генерация этого узла для левостороннего взвода можно сказать переднего левостороннего взвода для r15 потому что все мы прекрасно знаем что рукоятка возведения r15 в задней части опера находится не всегда это удобно вот особенно вот когда так сложенном состоянии все это находится но когда разложено вот так более удобно то есть целиться и все остальное вот почему как бы отчетность потому что саня тогда просил посмотреть в чем разница и вот поэтому варианты варианту показывал прошлый раз ссылочка он сделан чуть дальше стоит от центральной оси опера и это влекло за собой то что рукоятка когда выталкивала вот этот толкатель выталкивал рукоятку арки он вот так и сгибался в сторону или в эту тоже уводил вот так рукоятку в сторону то есть при давлении на рукоятку она уходит вот сюда в правую сторону и начинает подъедать вот здесь металл ну и собственно немножко так как бы подклинивать потому что сама вот эта рукоятка тоже некоторые усилия хода имеет ну сделано это естественно специально для того чтобы она сильно не болталась видите она по сути дела так ну вот я поставил она не падает то есть она за счет трения здесь держится по сути дела и чтобы взвести рукоятку нужно немного просто преодолеть вот это усилие трения и взвести правда в данном моменте уже я не буду вспоминать восьмая седьмая генерация вот у сани спросите в принципе ему виднее какую генерацию он делал просто очередная одна из крайних как бы генераций в общем вот здесь направляющая она довольно близко находится уже каперу для того чтобы вот этот толкатель сильно не выгибался и не перекашивал рукоятку взведения вот это я просил тогда саню так сделать вот именно потому что на той рукоятке у меня даже сил не хватало взвести нормально ту рукоятку потому что я перекашивала подклинивала и так далее в данном случае чуть легче сделать хотя тут есть некоторые вот затыки вот вот здесь немножко как бы видите цепляет сам толкатель немного здесь чуть шире часть на ловере чем на паре вот на паре тут предусмотрительно саня все по делу вот здесь ложбинка под вот эту кнопку рукоятки также здесь скос сделать чтобы вы на перри все это дело проходило но она цепляется за ловер по сути дела и нужно вот это резко просто преодолевать это усилие но это все можно доработать это дело такое просто сам факт в том чтобы откатать эту технологию посмотреть как будет лучше что вот я сани вообще говорил попробовать вот эти крепления более ажурные такие маленькие делать из алюминия но это конечно нужно делать с теми кто работает там с чпу станками вот возможно они помогут но правда тут придется пока как бы будет режим отладки идти какой-то то есть ну сами понимаете столько денег нету платить как бы за за все эти разработки все как бы все производства но планируется каким образом что нужно какую-то партию оплатить вот но я же не буду оплачивать партию скажем заведомо ну не совсем рабочих рабочих узлов и что его все выбросить потом мусор просто заплатить кучу денег тем более не факт что как бы ну это делается как бы для себя понимаете то есть на продажу никто во всяком случае пока ближайшее время не планирует их вообще как бы делать это ну вот чисто для тех кому ну больше нравится вот такое именно заряжание то я не знаю для марксменов возможно которым там отрываться не надо от прицела возможно на тактический короткий карабин какой-то поставить вот рукоятку переднюю это ну лично я считаю это более удобно чем вот в заднем месте потому что ну не нужно вам сильно менять хватку и так далее оружие имею ввиду хотя и хватку бизнесмена тоже как бы не мешало наверное не терять или приобрести у меня ее нет к сожалению так вот в общем картинка работая тут правда один момент смотрите есть я все-таки уже более подробно расскажу про вот эти рукоятки потому что если брать вот именно стандартную то вы видите как она сделана то есть у нее здесь есть защелка лач так называемый на рукоятке самой и она находится с левой стороны и все-таки может быть вариант когда вам нужно будет например завести вот правой рукой с правой стороны а вы этого сделать не сможете потому что у вас защелка только с этой только только вот образом можно тянуться или вариант вот я пробовал использовать вот такая у меня рукоятка есть но вот с этой не совсем работает то есть отдельно она очень классно работает то есть она вот можно с левой стороны справа ее цеплять но минус в том что вот этот толкатель здесь он как раз вот видите толкает саму рукоятку и нажимает вот эту защелку а на этой рукоятке этот толкатель становится приблизительно сюда он упирается и просто не срабатывает вот этот поворот то есть нужно как раз вот толкать где-то здесь посередине чтобы вот эта защелка она кстати отдельно вообще вышла из зацепления с афером и сработала другой вариант у меня есть есть вот такая рукоятка это тоже раскрутилась такая рукоятка вот strike industries вот она имеет здесь внутренняя просто пружина она внутри опера защелкивается и ничего здесь нажимать не надо и вот на ней будет удобно все это может работать хотя она немного тоже ее перекрашивает и зажимает таким образом что видите вот разболталась одна рукоятка хотя на нее нагрузки не было вот на эту рукоятку левую так нажимала ее тоже на винте разболтала я чуть поджал а когда ну просто тестил этот узел то она перекосила эту рукоятку что я теперь не могу винт раскрутить вот такая вот ситуация тут получилось но вот так она собственно упирается здесь в левую сторону и взводить намного удобнее но какой еще момент остается что защелка то внутри и мы можем правой рукой спокойно работать при этом рукоятка это остается на месте то есть ничего не нужно дергать или лево или правы красота красота но я просто так подозреваю что нужно будет вот эту заднюю часть если делать то делать под каждую каждую рукоятку отдельно то есть если стандартная стандартная с кнопкой нужно будет свою делать за щелкой имею ввиду если вот такие прямые можно ну какой-то элемент более упрощенный делать который будет просто сюда подходить и толкать эту рукоятку я думаю будет все нормально в общем саня принципе работает я думаю нужно развивать дальше а вы если вам интересна эта конструкция задавайте вопросы под видео я думаю саня придет он будет отвечать если что возможно там ссылочку на если он конечно разрешит на его страничку фейсбуке вот и еще один момент немного расскажу что я в свое время сани предложила он оказывается об этом тоже уже думал вариант сделать что нужно вот эти толкатели чтобы были с двух сторон чтобы они рукоятку толкали центрально надо по оси получается чтобы я не перекашивала потому что здесь но вы видите что слева ее чуть перекашивать вправо кстати и это наглядно видно вот по постертому постертой краски в итоге вот и вариант я предложил попробовать сами разработать чтобы толкатели были с двух сторон но это придется на опер сверху ставить на пикатиньку какое-то крепление чтобы направляющие были по бокам и они толкали рычаг заряжания назад но там придется делать что-то чтобы на этой платформе тоже была своя пикатинька ну то есть это по сути получится такая повышающая база на которую можно будет ставить обычные прицельные там коллима 3 оптику и так далее рукоятку можно будет вынести вообще не только вот сюда куда-то даже даль дальше за пределы опера чтобы они 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 чтобы она более удобно было для охвата под руку я думаю тогда будет более все это удобно трение алюминия об алюминии такой запах своеобразный получается в общем пока на этом все саня все работает давай наверное пробовать развивать не новую генерацию хотя эту можно развивать а какую-то новую модель попробовать сделать которая вот будет с двух сторон рукоятку взводить я думаю людям это будет интересно возможно спортсменам а может даже и военным вот ну чисто вот для себя для стрелков как минимум можем попробовать это все спасибо за внимание знаете что делать поделиться подписаться ну и берегите себя всем удачи здоровья до новых встреч